ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. За выходные Наринмар превратился в арктическую Венецию. Бурное таяние снегов, дружная весна стали настоящим бедствием для автомобилистов и пешеходов. Между тем, такая ситуация в столице Заполяря происходит ежегодно. Победить весенние разливы наринмарцам не по силам. Работникам специальных служб, видимо, тоже. По глубоким и опасным лужам Наринмара сегодня отправилась наша съемочная группа. Наш белый теплоход, он же внедорожник, отправляется в большое плавание. За рулем опытный водитель с более чем 20-летним стажем – журналист Ольга Малыгина. В начале пути небольшой совет. По городским улицам весенний период – это не гнать. Постараться ехать как можно медленнее, чтобы самому не попасть в какую-то историю, поскольку под лужами достаточно много льда сейчас, и чтобы не обрызгать пешеходов. Первая остановка – легендарная лужа напротив торговых рядов в Кармановке. Проходят десятилетия, появляются новые технологии, растут дома и микрорайоны. А эта лужа каждую весну делит улицу 60 лет СССР на два берега. Песчаный пляж, можно сказать. А это безбрежное море раскинулось широко в районе школы номер 4. Лужа помоложе той предыдущей, но тоже уже стала визитной карточкой микрорайона. Ни одной весны без нее не обходится. Кроме того, по ее фарватеру встречаются подводные ямы. Здесь канул в грязную воду ни один регистрационный автомобильный номер. Сергей Протасов – опытный водитель. Его автомобиль разрезают волны, как заправский катер, да и сам он стильняшки. По сезону выбрал одежду. Для меня-то вроде бы и не скажу, что совсем плохо. Для легковушек, наверное, плохо. Подкрылки летят, видно, что, не знаю, броня радиатора. Много раз вижу, пластик вон лежит же, пластик прямо. Не знаю, ям, правда, что много и не видно. Вот это вот плохо. Дет ходовое сильно. Повезет, не повезет. И мы направляемся в безбрежную пучину, пристраиваясь в хвост за другим автомобилем. Вот я смотрю, как машина едет, потому что я по этой дороге не ездила. И еду по ее же фарватеру. Надо отдать должное дорожникам. Посреди луж теперь появились знаки. Судя по всему, они обозначают опасность, которая скрывается под мутной водой. Как, например, в Рыбацком переулке. Еще одна примета весны – легковые машины по обочинам дорог. Ведь заехать во дворы, а потом вернуться на дорогу, не представляется возможным. Впрочем, говорит, что специальные службы и организации, призванные следить за чистотой улицы дорог в нашем городе, бездействуют, будет напрасленной. Рядом с четвертой школой трактор скоренько сгребает снег в самосвал, пока он сам не растаял. А на перекрестке Повоучейского рядом с коррекционной школой нам встретилась совсем необычная конструкция. Суровые мужчины в оранжевых жилетах пояснить, в чем суть не захотели. До чего дошел прогресс? Воду при помощи помпы вот этой из лужи выкачивают и запускают ее прямо под здание школы. А знак? Мы сначала думали, что он просто упал в обморок. Нет. Он служит для того, чтобы придерживать всю эту конструкцию. Впрочем, на этом странности, обнаруженные нами на улицах города после схода снега, не закончились. На пересечении Ленина и Рыбников посреди проезжей части вытаил бордюр. По обочинам дороги вдоль очистных сооружений саженцы деревьев. Вернее, то, что от них осталось после уборки снега. Эти кусты, я не знаю, как они, зацветут этой весной, нет, будут на них почки или нет. Поскольку здесь снег убирали какой-то техникой, не вручную. Это он не сам ставил так быстро. Его просто убирали. И вот тоже. Ну, что за решение для Крайнего Севера? Зачем эти насаждения здесь? Если даже вот сейчас вот эти маленькие кустики приживутся, то потом вообще будет не убрать. Логично, в конце нашей познавательной экскурсии было бы получить комментарии с компетентных источников. Но сайт организации МВУ «Чистый город» не работает. Поймать руководителя не представляется возможным. «Чистый город», здравствуйте. Здравствуйте еще раз. А подскажите, пожалуйста, это телеканал «Север» прошла у вас планерка? Можно кого-то измечать? Прошла, да. Вот сейчас попробую соединить. А кто там будет? Ну, Артур Эдуардович. Да, коммунальщикам сегодня приходится туго. Работают много в три смены, а ситуация не улучшается. Кругом одна критика и недовольство населения. Все выходные, например, бригада откачивала воду в районе школы номер 4. Поставили вешку для замера, но вода так и не ушла с дороги ни на сантиметр. Как сообщают метеорологи, в год средний уровень выпадения осадков в виде снега за сезон составляет в Ненецком округе 180 мм, а в этом году уже 255, при том, что сезон не закрыт. Может быть, и в этом заключается одна из причин того, что Нарьинмар поплыл так сильно. Есть, конечно, и другие причины управленческого и технического характера, но об этом в следующий раз. О сегодняшней ситуации на городских дорогах Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Зимник Нарьинмар-Усинск завершил работу. Как сообщает Нарьинмар-Дор-Рымстрой, досрочное закрытие связано с установившимися положительными температурами. Согласно условиям трехлетнего контракта, который истекает в этом году, при благоприятных погодных условиях зимник Нарьинмар-Усинск должен был работать до 25 апреля. Временная автодорога в этом сезоне открылась 29 декабря. За сезон по нему проехали более 2,5 тысяч автомобилей. Основным подрядчиком строительства зимней автодороги Нарьинмар-Усинск выступил Нарьинмар-Дор-Рымстрой. На субподряде работали строй-универсалы Усинска ДРСУ. На строительство временной трассы из окружной казны направлено более 12,5 миллионов рублей. Еще 84 миллиона рублей Ненинский округ выделил на ее содержание. В целом движение по зимним автодорогам на территории региона будет продолжено до вступления в силу приказа Департамента природных ресурсов и экологии АПК о запрете движения механических транспортных средств по зимним дорогам в тундровой и лесотундровой зонах на территории Ненинского округа. В окружной столице подвели итоги регионального фестиваля «Одаренные дети Арктики». Он проводится в регионе третий год подряд с целью популяризации достижений детей и подростков Ненинского округа. В рамках закрытия фестиваля состоялась церемония награждения победителей окружных региональных, межрегиональных всероссийских олимпиад и конкурсов, а также их наставников. Среди тех, чье имя и фамилию внесут в региональный банк данных «Одаренных детей» ученица Роснефть-класса искательской школы Дарья Бабенко. Девушка проявила себя в Олимпиаде по биологии. На самом деле, изначально у меня биология не очень шла, не очень давалась, но потом я все-таки захотела связать свою будущую профессию с медициной, и поэтому мне пришлось учить биологию, и вследствие я вообще очень этим увлеклась, и сейчас действительно очень люблю биологию. Медицина в каком возрасте? Я врачом, взрослым врачом, но я еще не знаю, но пока рассматриваю невролога. Успехами Дарьи гордится ее наставница. По словам Ольги Гвоздевой, девушка отличается целеустремленностью, а это один из залогов успеха. Это желание, это стремление, стремление побеждать, стремление добиваться, быть успешным. Все целое зависит только от ребенка. А наставник? Наставник мы направляем, мы помогаем подготовиться к Олимпиаде, успешно выступить, ну и в дальнейшем, чтобы ее в судьбе, в жизни получила именно ту профессию, к которой она стремится. Учащийся школа номер три Демьян Ивкин стал победителем Олимпиады по обществознанию. Своё будущее юноша хотел бы связать с наукой или общественно-политической деятельностью. Преподавание – это та вещь, которую я бы хотел, наверное, попробовать в своей жизни. Научная деятельность, наверное. Может, общественно-политическая, не знаю. Куда жизнь несет. А куда планируешь поступить учиться? С заведением нет, но я планирую поступать в Санкт-Петербург. Это мой любимый город. Еще одна старшеклассница школы номер три Марина Кабак показала высокий результат в Олимпиаде по ОБЖ. Но своё будущее девушка планирует связать с радиотехникой. Сильна в технических предметах. Сначала мечтала быть педагогом, но потом поняла, насколько это трудная профессия. И решила, что лучше мне с техникой работать, чем с людьми. Ты считаешь себя одаренным ребенком? Или каким же, как все? Я скорее такая же, как все. Просто немножко повезло. Тех, кому так же, как и Марине, повезло добиться успеха в Олимпиадах, чествуют на региональном фестивале «Одаренные дети Арктики». Он проводится в Ненецком округе третий год подряд и призван популяризировать высокие достижения не только окружных школьников, но и студентов. Сегодня награждаются победители Всероссийской Олимпиады школьников, победители Олимпиады по краеведению и по родному ненецкому языку, победители вводного юниорского конкурса, победители среди выпускников начальной школы по окружной Олимпиаде. Также мы сегодня награждаем наших студентов из профессиональных образовательных организаций, которые также теперь принимают активное участие в Олимпиадах по общеобразовательным предметам и по профессиональному мастерству. За работу по поиску поддержки одаренных детей и за высокие результаты школьников грамотами профильного департамента награждены педагогические коллективы первой, третьей и четвертой школ, а также школы-посылка искателей. Победители Всероссийских Олимпиад получили дипломы и денежные сертификаты. Мы гордимся тем, что в округе у нас есть такие творческие, талантливые, одаренные дети. Вы наш золотой фонд. Ваши достижения – это радость для родителей, радость для ваших семей, это благодарность для ваших педагогов-наставников. Мы гордимся вами. Впереди у вас еще много побед, много достижений, поэтому сил, терпения, целеустремленности. Еще раз поздравляю. Имена победителей пополнит региональный банк данных одаренных детей. Его актуализация продлится до начала нового учебного года. На сегодня в банк данных одаренных детей Неницкого округа вписано 268 его юных жителей, в том числе 173 в Наринмаре и 95 в окруженных селах. Неницкий округ во второй раз стал участником апробации демонстрационного экзамена по международным стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы», которая проходит в рамках промежуточной итоговой аттестации по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. В стенах Неницкого аграрно-экономического техникума студенты специальности «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» выполнили два модуля – определение ионов алюминия в питьевой воде и определение жесткости питьевой воды. Задания, условия выполнения работы и пробы у всех одинаковые, время выполнения ограничено. Сложный инструментальный модуль занимает 4 часа. Второй модуль, в котором лаборанты выполняют работу руками при помощи стеклянной посуды, пипеток и других инструментов, занимает 3 часа. Он проводится для того, чтобы навыки и умения наших студентов увидели работодатели. В качестве экспертов у нас представители предприятий, то есть они специалисты в лабораторном химическом анализе, но они представители предприятий, где могут их пригласить на работу наших выпускников. И они, конечно же, уже могут увидеть и выбрать себе подходящую кандидатуру. По результатам демоэкзамена студенты получают паспорт компетенции, в котором отражаются все данные о профессиональных навыках. Кроме того, все результаты аттестации будут внесены в единую электронную систему, в которой имеют доступ работодатели, что дает выпускникам больший шанс устроиться на работу по специальности. Напомню, новые стандарты образования предусматривают промежуточные итоговые аттестации в виде демоэкзамена практически по всем специальностям. В мае и июне испытания пройдут по компетенциям поварское дело, ветеринария и преподавания в младших классах. Демонстрационный экзамен как пилотный проект впервые прошел по всей стране в 2018 году. В Наринмарском социально-гуманитарном колледже завершился пилотный курс по косметологии. В курсы входило обучение массажу лица, нанесение масок и косметических средств. Моя коллега Наталья Кислякова на себе проверила мастерство начинающих косметологов. Сегодня я попробую себя в роли модели. Начинающий мастер Наталья сделает мне очищение кожи лица и альгинатную маску с алоэ. Посмотрим результаты. Для эстетичности нанесения сначала меня накрыли специальным покрывалом и обезопасили зону шеи с помощью одноразовых пеленок. На голову одели шапочку, затем очистили кожу косметическим молочком и нанесли тонизирующие средства. Следом шло нанесение альгинатной маски. Ощущения свежести и прохлады наступили сразу же. По истечении времени маска затвердела и легким движением покинуло мое лицо. Итог – прекрасное прохладное ощущение на коже. Кстати, она заметно подтянулась. Мой начинающий мастер Наталья Степанова, которая проводила процедуры, профессионально занимается релакс-массажем в своей студии. На курсы девушка пошла для повышения квалификации. Ожидания полностью оправдались. По словам Натальи, полученные знания смело будет применять в своем салоне. Я пришла на курсы косметологии для того, чтобы узнать эту информацию и помочь своим посетителям салона, как правильно нужно ухаживать за лицом, как сочетать его с массажем лица, и чтобы был эффект лучше. Потому что если делаешь один массаж лица, то этого недостаточно. Нужно еще ухаживать за кожей, а не только за кровообращением и нормальным тонусом мышц лица. Другая ученица курсов – Анна Гордеева. Девушка является консультантом по красоте одной косметической компании и для обогащения знаний решила пройти курсы. Как признается Анна, после получения сертификата будет передавать свои знания другим девушкам. Приходит очень много женщин, которые не умеют правильно ухаживать за своей кожей. На этих курсах нам все это рассказали. Разобрали очень много косметических различных средств по уходу за кожей. Научились делать массаж лица. Курсы по косметологии – пилотный проект. Группа из семи человек. По словам преподавателя, такое количество учеников набрали для того, чтобы найти подход к каждому. Уход за кожей лица, уход за телом, физиопроцедуры, массаж лица, различные виды массажа лица. Это и классический массаж лица, и пластический массаж лица, лечебный массаж лица. То есть то, что студенты имеют право делать, они отрабатывают на практических занятиях. Те моменты, которые им интересны, но они, так скажем, не могут делать в силу того, что у них нет медицинского образования. Мы очень подробно разбираем теорию, потому что девушки будут не только работать, но и могут сами быть клиентами. Как отмечают специалисты, курсы по косметологии могут посещать не только те, кто работает в индустрии красоты, но и все желающие, ведь уход за лицом никто не отменял. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В социально-гуманитарном колледже прошел день открытых дверей. Выпускникам школ округа рассказали о специальностях, на которые будет набор в предстоящем учебном году. Студенты социально-гуманитарного колледжа подготовили приветственную программу. Для абитуриентов провели ознакомительную экскурсию, концерты, тематические площадки по каждой специальности. Сегодня работают площадки. Это спортивная, творческая. Студенты специальности дизайн подготовили выставку, мастер-класс. По эстетическим услугам это новая специальность после 11 класса. Тоже открыт будет кабинет медицинских специальностей. И там преподаватель тоже покажет интересные нюансы по этой специальности. Добавлю, подать документы на обучение в социально-гуманитарном колледже можно с 19 июня 2019 года. В Ненинском округе прошла всероссийская акция «Библионочь-2019». Привычную тишину, которая должна быть в библиотеке, нарушили радостные голоса более тысячи горожан. Они проявили творческую активность, участвуя в мероприятиях, подготовленных организаторами праздника. Большей популярностью пользовались мастер-классы, городские соревнования по робототехнике, выступления преподавателей учащихся детской школы искусств, а также театралов. Семья Жуковых на «Библионочь» пришла в полном составе. Признаются, что стараются каждые выходные проводить вместе. Ходят на различные мероприятия и стараются приобщить сына к искусству и творчеству. Поскольку мы пришли с маленьким ребенком, мы хотели бы посмотреть соревнования по робототехнике, ну и какие-нибудь мастер-классы посидеть, чтобы попробовать себя в различных направлениях искусства, так сказать. В Ненинском округе «Библионочь» проходит уже в седьмой раз. В этом году акция посвящена юбилейным датам и важным событиям. Юбилей округа, год театра, дни рождения знаменитых писателей. Так, например, к юбилею Печкова представлена выставка, подготовленные викторины и театральные постановки. Спокойся, тебе встретится маленькая птичка. Ты ее не гони. С каждым часом количество участников «Библионочи» прибавлялось. По словам организаторов, программа была подготовлена таким образом, чтобы было интересно всем. Вообще, если проводить такую статистику, то за время «Библионочи» проходит более тысячи человек. Это как младшие школьники, совсем маленькие, их родители, так и более старшее поколение. То есть это для всех найдется по вкусу или мероприятие, или выставка. То есть мы рассчитываем на всех и ждем всех. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды.